Всем привет! Это гаджетоманы в студии. Я Николай Турбар, а также мои коллеги Саша Гришнова-Клёпочка и Ким Коршунов. Начинаем по обыкновению с самой ударной рубрики «Дуэль», где мы сталкиваем лбами разные гаджеты. В этот раз у нас тут, видите, АС-4 ноутбука, должно было быть 5. Я не очень понимаю, чем они отличаются пока. Хотя внешне не все разные. У Саши темный подходит платье, у меня серебристый алюминий, а у Кима беленький. Магний вообще-то. Ты выбирал, Ким, ноутбуки, расскажи, по какому принципу ты их подобрал. Изначальная тема – это ультрабуки и ноутбуки с самыми лучшими экранами. Но вообще, каждый из этих аппаратов – это топовый. Если не в своем сегменте, то, в принципе, по характеристикам, по фишкам и так далее, здесь много чего интересного. У каждого гаджета свои особенности. Саша, у тебя, видимо… Вообще, у меня должен был быть Samsung ATIF 9+. Там самое большое разрешение вообще из существующих на данный момент. Сколько? 1200 на 1080 точек. Даже больше, чем у макбуков. Курсор вот такой вот, то есть с микроскопом, вот только что с лупой, пользоваться практически невозможно. Поэтому сюда я принесла то, чем пользоваться можно. Это старший брат. Ну, старший брат, он как бы побольше и по функциональному. У меня вот тоже старший брат и младший брат. У меня классическая линейка прошивщик, макбук про осень 13-го года, 13-ка и 15-ка. Но тестировать я буду 13-ку, потому что она мне больше нравится. Что, рассказать вам про мой гаджет? Это квинтэссенция практичности, хоть он и выглядит очень глянцево. Это первый в мире ультрабук с сенсорным Full HD-экраном. Та-дам! Touch Experience. Зачем тогда? С той стороны можно подойти и понажимать, если тебе хочется войти в процесс. Ну что, расходимся по позициям. Итак, ну вот, наконец-то я и добралась до своей секретной базы. Добралась с трудом, потому что главный плюс этого ноутбука – это его огромный вот такой вот дисплей. 15,6 дюйма. Вот этот же огромный плюс моментально трансформируется в огромный-огромный-огромный минус, потому что таскать его при таких габаритах, ну, очень непросто – 2,5 килограмма. То есть, если вы не атлет, то использовать эту модель можно только в офисе, ну, или дома. Для настольного применения гаджет годится. Итак, экран у AtifBook 8 не самый выдающийся, но при этом довольно-таки приличный. Стандартная Full HD 1920 на 1080 точек. Сенсорный, все так приятно, удобно. Можно вот сразу несколько окошек, например, открыть. Сами понимаете, на 13-дюймовой малышке о таком даже и мечтать не приходится. Удобная, в принципе, вообще эргономика. Здесь вот и клавиатура с цифровым блоком, что мне очень нравится. Клавиатура сама с подсветкой, кнопочки островного типа, приятный тачпад с невидимыми клавишами. Ну и самое интересное, инженеры не пожалели, отсыпали, ну, всех портов вообще, которых только можно и которых нужно. HDMI есть, два есть USB 3.0, есть вот здесь вот два USB 2.0 и даже картридер. Ну вот я его держу, и у меня уже рука устала, поэтому ставить придется обратно. Общение с восьмеркой протекает практически без проблем, потому что начинка у ноутбука довольно-таки себе приличная. Построен он, правда, на процессоре предыдущего поколения, Ivy Bridge, но катастрофической разницы с актуальным поколением нет. Производительность, стабильность, все здесь на уровне нормально. Ну и самое приятное, это дискретная графика от AMD. Кстати, об аккумуляторе. Хоть и таскать его я не рекомендую, но все же от розетки отойти можно. В зарядке хватает примерно на 8 часов нормальной такой нагрузки. Единственное препятствие на пути к космическим сверхскоростям – это отсутствие твердотельного накопителя. SSD здесь нет. Зато есть HDD, простое, обыкновенное. Правда, не такой уж и обычный. Объем 1 терабайт. Храните все, что хотите, и фильмы, и музыку, главное, не нарушайте закон. Так что же получается? Samsung Atif Book 8 – большая такая, тяжелая, неповоротливая машинка, но довольно-таки производительная, надежная и функциональная. Изюма особенно-то и нет, разве что вот встроенные джебелевские динамики можно отметить, ну и изобилие портов, да, куда без этого. Хотят за это все вместе 45 тысяч рублей. Из двух макбуков коллекции «Осень-2013» я, разумеется, выбрал поменьше, тринашку, покомпактнее и, признаться, выбрал уже давно. Вот на таком ноутбуке я работаю уже больше года. Это прошка предыдущего поколения 13 дюймов. Признаться, я пробовал до этого MacBook Air, но его мощности мне оказалось маловато. Вообще, если говорить про MacBook Air, то уже не имеет смысла покупать 13-дюймовый продукт. Только 11 дюймов, потому что он маленький, компактный, а 13 дюймов уже лучше брать MacBook Pro, он гораздо мощнее. Вообще, производительность – это главное, из-за чего покупают MacBook Pro. И это несмотря на то, что в 13-ке видеокарта встроенная Intel Iris, а в 15-ке это отдельная мощная NVIDIA GeForce 750, самая свежая. Несмотря на сумасшедшие дисплеи, лично для меня ретиновость этих MacBook'ов особенно не важна. Это больше, честно говоря, маркетинговый рекламный ход. И плотность пикселей 227 на дюйм мало где видна. Единственный минус этих дисплеев, если его можно так назвать, то, что они не сенсорные. Потому что, немного поработав на ноутбуках на новых Windows, ты понимаешь, что гораздо быстрее перейти на ссылку в интернете, просто тыкнув на нее пальцем. А здесь это не работает, приходится лезть к мышке. Но сама по себе матрица, IPS-матрица, между прочим, очень яркая, сочная, с прекрасными углами обзора, тут не придраться никому. Что касается портов, здесь все более-менее. Во-первых, здесь два быстрых USB-порта 3.0 с одной стороны и с другой. Слот для SD-карты, ну и полноценный HDMI. Лично мне не очень нужны эти два Thunderbolt-порта для быстрой передачи данных. Я бы на их место лучше добавил еще один третий USB-порт 3.0. Единственное, что мне очень понравилось, это новый разъем MagSafe 2 для зарядки. Он обладает магнитными свойствами, примагничивается, но гораздо слабее примагничивается, чем первая версия MagSafe 1. Ты почему-то сделан прямым, Т-образным. А первый был под углом, он гораздо удобней держал и фиксировал зарядку. И как видно, прорези такой длинной для компакт-дисков нету уже ни на одном варианте. Даже на 15-дюймовом компакт-диски уже вышли из моды окончательно. И отличная новость для тех, кто часто работает с ноутбуком на коленках. Вот здесь вентиляционные отверстия, которые выводит горячий воздух, сделаны на скошенном торце. То есть горячий воздух уходит вбок, а не вниз, коленки останутся холодными. Клавиши и тачпад это просто эталон, их можно ставить в музей, как самые идеальные клавиши и тачпад. Кнопки все островного типа, они вписаны в каждую свою прорезь, не забивается ни пыль, ни грязь, ни вода. Мало кто знает, кстати, что островные кнопки придумала не Apple, это впервые появилось на ноутбуках компании Sony. Тачпад стеклянный, прекрасно отрабатывает и двойные нажатия, и тройные, и одинарные. Настраивается его степень чувствительности и очень точно позиционирует курсор. Я в фотошопе работаю без мышки, это очень удобная штука. Еще один бонус, который всегда идет с ноутбуками Apple, это мощные колонки. Я, честно говоря, не понимаю, в чем проблема у других крупных компаний поставить в свои ноутбуки нормальные, мощные колонки, а не эти пищалки, которые нужно обязательно усиливать внешними колонками. Макбукам Pro никакие внешние колонки не нужны. Причем, если в младшей модели я даже не вижу, где прорези динамиков, то в старшей, в пятнашке, они такие ярко выраженные, массивные. Но одна из самых главных характеристик для меня, да я думаю, для всех, это не понты, не качественная сборка, а время автономной работы. Здесь оно, конечно, не дотягивает до заявленных 7 часов, но 5 часов у меня он работает четко. А главный минус, он вытекает из главного плюса монолитного дизайна. К сожалению, макбуки очень сложно чинить, ремонтировать. Если что-то ломается, то ломается весь ноутбук, он весь уходит в сервис, компоненты, к сожалению, почти незаменяемы. Один из самых главных вопросов, которые меня задают, как долго пересаживаться со ноутбука на Windows на Mac? Действительно, это не быстро, лично у меня заняло около месяца. Система macOS, она, конечно, своеобразная, но в ней есть свои плюсы. Она крайне стабильная и вообще не подвержена вирусам. Резюме. Лично для меня MacBook Pro 13 – это самый идеальный сбалансированный ноутбук. Прекрасный дизайн, отличный вес, хорошая сборка, энергопотребление и, самое главное, он очень производительный. Но у Apple обычно нездоровые перекосы с ценой, хотя это уже потихоньку меняется. Например, эту пятнашку можно купить в базовой конфигурации от 45 тысяч рублей, хотя я бы взял конфигурацию чуть-чуть помощнее. А пятнашка начинается от 66 тысяч рублей. А я постоянно ношу ноутбук с собой и много печатаю, поэтому вариант с планшетом, который в последнее время многие почему-то предпочитают, ноутбуком, мне, как видите, не подходит, так намного удобнее. Кстати, это Acer S7, вернее, S7 392. Acer S7 – это первый в мире сенсорный ультрабук с экраном Full HD. Это было в 2012 году. В 2014 – новая модель, правда, внешность осталась той же, но разрешение 2560 на 1440. Такие цифры звучат очень красиво и эффектно, но, честно говоря, отличие от обычного Full HD заметно не сразу и далеко не всегда. У экрана этого ультрабука есть и другие особенности. Он IPS, плотность 221 точек на дюйм, поддерживает 10 касаний одновременно, и с обеих сторон здесь стекло Gorilla Glass. Можно брать монетку и делать вот так вот. Еще одна фишка этого дисплея – угол раскрытия. Более 180 градусов. Зачем это нужно? Например, чтобы играть с ребенком, который сидит с той стороны. Честно говоря, внешность S7 удивляет. Совсем не похожа на старые модели Acer. Корпус всего 12,9 мм, вес 1,3 кг, сделан из магния и пластика. Клавиши здесь островного типа. Есть подсветка, необычная, зеленоватая. Кстати, ход клавиши довольно удобен. Тачпад тоже большой и удобный, поддерживает функцию мультитач. Правда, работать с ноутбуком, как я уже сказал, можно с помощью сенсорного экрана. Особенность клавиатуры S7, что старого, что нового, это отсутствие ряда F-клавиш. Чтобы, например, нажать клавишу F5, нужно сначала зажать клавишу FN. Начинка, разумеется, топовые процессоры Core i5 и Core i7. Разумеется, четвертого, последнего поколения. Это, помимо разрешения экрана, второе серьезное отличие от предыдущего S7. Объем оперативки здесь до 8 гигабайт. Правда, самостоятельно поменять ее не получится. Нужно отдавать гаджет в сервис. Здесь два разъема для SSD-накопителей. Они могут работать параллельно. Это, конечно, надежнее, но такая конфигурация, естественно, дороже. Графика здесь встроена. Intel HD 4400. Такая простая, но надежная для большинства повседневных задач. Ее, конечно, хватит. Здесь инновационная система охлаждения. Одна часть которой втягивает холодный воздух, вторая выдувает горячий. Считается, что такая система намного эффективнее. Кстати, воздух выдувается не к вам в ноги, чтобы было горячо, а в сторону. Вот эта система. Ребята из S7 хорошо поработали над вопросом портов. На первый взгляд, и здесь немного. С этой стороны гнездо для зарядки, кнопка включения, USB 3.0, кард-ридер. С этой стороны гнездо для наушников, еще один USB 3.0, полноценный HDMI и проприетарный разъем. В этот разъем вставляется вот такой переходник. Делается это вот так вот. И в этом переходнике у нас полноценный VGA, полноценный сетевой порт и еще один USB. Радует и время автономной работы. Если просто печатать в Варде, время автономной работы доходит до 7 часов. Ориентир цены 49 тысяч. Дороговато, конечно. Но предыдущая версия этого гаджета с таким же процессором Core i5 и экраном Full HD обойдется от 35 тысяч. Кстати, за эти деньги вот такой вот удобный чехол в комплекте. Приятный, можно вполне удобно носить с собой. И что бы там Коля не говорил про свои макбуки, два макбука. Acer S7 один из самых практичных и приятных ноутбуков. По крайней мере на Windows. Ну что, какие у нас выводы? Кто победил? Есть какие-то вообще сомнения? Не я. Samsung явно и аутсайд. Как сказать, если тебе нравится винда, ты можешь поставить его дома? Сидеть, вот я не знаю, вот даже так сидеть можно работать. Но я же не сижу, мне же надо встать и ехать. И как вот это носить? Ну вот смотри. Ваш половинный килограмм. В общем, я думаю, у нас в финале вот эти два ноутбука. Acer и макбук. Но я думаю, макбук, конечно же, это икона, и талон, и все такое прочее. Победил еще кто там как-то. Если тебе нравится macOS. Если тебе нравится macOS. Да, если тебе не нравится mac, а не нравится система, то у тебя вряд ли гораздо больше. Если тебе нужен сенсорный экран. И Touch Experience. На всех ноутбуках. Да, это факт. Но зато он тонкий, легкий. Ну вот по цене, если сравнить ноутбуки, то я понимаю, у тебя будет и лучшее соотношение цена-качество. 35 тысяч от 35. Но Apple никогда не был дешевым брендом, так что ты платишь еще и за имидж. Как бы то ни было. По сумме технологий побеждает MacBook Pro. Осень 2013 года. И на этом у нас все. Это была программа Гаджетоманы. До новых встреч. Пока. 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 Пока.